В администрации города Чебоксары состоялись депутатские слушания по реализации республиканской программы капитального ремонта. На сегодняшний день в Чебоксарах счет за капремонт в свое время наоплачивает 75% горожан. Это приносит свои результаты. Но, тем не менее, работа с населением еще будет продолжаться. А депутат должен донести до людей достоверную информацию, которая поможет разобраться в ситуации и правильно оформить необходимые документы. Специалисты предоставят информацию, как сегодня сложилась ситуация на уровне республики, как у нас будут проходить и как уже прошло в 2016 году. Это мы все смотрим с нарастающим итогом. И поэтому это очень полезная информация для депутатов, чтобы они действительно донесли все эти обсуждения до своих избирателей. Подрядные организации, которые будут выполнять те или иные виды работ, выбираются по конкурсу. Необходимо выбрать самые надежные из них. Также нужно предусмотреть применение новых энергоэффективных технологий капитального ремонта. Конечно, одним из важных вопросов остаются дополнительные меры социальной поддержки пожилых граждан. Для тех, кто достиг 70 лет, предусмотрена 50% компенсация. Для тех же, кто достиг 80 лет, она составляет 100%. Кроме того, с недавнего времени активно внедряется единый платежный документ. Его преимущество состоит в том, что по нему можно оплатить все виды жилищно-коммунальных услуг, в том числе и капитальный ремонт. Таким образом, необходимо учесть опыт прошлых лет. Хотелось бы остановиться приемки выполненных работ. Приемки выполненных работ принимают участие специалисты фонда капитального ремонта, технического надзора, администрации районов города Чебоксары, управляющих организаций. Председателем комиссии является руководитель фонда капитального ремонта. Обязательное участие принимают председатели совета многоквартирных домов. При приеме сдачи, работ подрядными организациями, наряду с исполнительной документацией и актом выполненных работ также обязательно представляется протокол от собраний собственников помещения дома по приемке завершенного капитального ремонта. Размер взноса за капитальный ремонт с января 2017 года составит 6 рублей 8 копеек за один квадратный метр. Это позволит зданию прослужить намного дольше. Конечно, необходимо напомнить о том, что и сами жильцы должны быть более ответственными и бережно относиться к имуществу. Елена Яковлева, Антон Небытов, Жизнь столицы.